Виталий приветствую тебя очередная неделя понедельник принципе торги только начинаются сегодня мы с тобой предлагаю подвести итоги конца прошлой недели после нашего с тобой последнего эфира в среду мы как раз готовились еще к отчету по инфляции заранее всех предупреждали что денек обещает быть жарким отчет точно повлияет на влатильность на финансовых рынках и соответственно на движение тех инструментов за которыми мы следим поэтому остаются друзья надеяться то что вы видя как периодически ведет себя рынок контролируйте риски следите за загрузкой депозитов да и в принципе не забывайте про такие концептуальные понятия как риск менеджмент я думаю что опытным и новичкам которые уже знакомы с финансовыми рынками все-таки это термины которые не являются пустым звуком вообще трейдинг нужно начинать освоение именно вот этих вот теоретических водных потому что риск менеджмента как говорят многие трейдеры это чуть ли не 80 процентов вообще успеха так ну что давай тогда в двух словах подведем итоги среды и конца прошлой недели ну конец прошлой недели это резонанс от отчетов в среду который вышел по инфляции данные ожидали что индекс потребительских цен основной из потребительских цен будет ниже чем два месяца назад напомню что это июльская статистика цифры были там в районе восьми семей сказать прогноз фактическая цифра восемь с половиной то есть еще ниже базовая инфляция она как прогнозировать должна была вырасти незначительно на 0,5 процента до 6 9 осталось без изменений в итоге снижение инфляции привело к пересмотру личных ожиданий того что американский регулятор будет не так активно повышать по цене ставки как мог бы повышать если бы инфляция в любом формате либо основного индекса потребительских цен либо базовая инфляция если бы они выросли но в итоге то что есть то есть в частности повышение ставки в сентябре она по-прежнему местно американский регулятор от этого не открещивается да и всем известный инструмент fad watch которому мы периодически делаем отсылку это оценка вероятности повышения ставки сейчас это не 75 байсных пунктов уже 50 байсных пунктов но вероятность растет с 30 процентов до выхода отчета по инфляции она выросла сейчас до 70 процентов но я думаю что как раз на 50 байсных пунктов ставку вот убиты и поднимут потому что при всем уважении к отчету по инфляции мы должны понимать друзья что это настолько сейчас вездесущая проблема что решить ее одним положительным релизом ну невозможно нужно тенденция нужна такая красивая диаграмма которая будет указывать что из месяца месяц иных потребительских цен снижается и там вот когда-то заманячит перспективу возвращения этого показателя к цели в 2 процента но каждый раз когда приходится говорить об инфляции я думаю все прекрасно понимают что эта категория макро параметр экономики который зависит от ситуации на рынке энергоносителей потому что стоимость нефти определяет тарифную политику формирует коммунальные скажем так банальные платежи и так далее и наверное ответить на вопрос что инфляция будет дальше снижаться вот так однозначно могут только те кто считает что нефть не будет расти этой осенью и зимой я думаю что такой вывод сейчас мало кто может сделать потому что все прекрасно осознают какой нестабильный нездоровый новостной фон сейчас есть насколько нестабильным является рынок углеводородов и зимой и осенью цены естественным образом обычно даже растут а сейчас при таком фундаменте они реально могут вырасти обновить локальный максимум поэтому я разделяю точку зрения тех кто считает что инфляция она точно еще как проблема не побеждена и возможно мы увидим через месяц два значения повыше вот банк англии просто такая тоже отсылка не как раз оценивая перспективу насколько может вырасти инфляция до конца этого года в своем последнем прогнозе отметили что ожидают уже в октябре как раз с начала осеннего сезона что иных потребительских цен вырастет до 13 3 процентов вот друзья думайте сами просто можно питать какую-то иллюзию и считать что все здорово и все улучшается а можно быть реалистом и все-таки адекватно оценивать то что есть давай сделкам которые просто рад европейская валюта котировки сейчас 1 0 2 30 ожидая всплеск волатильности именно после выхода от счета и как раз допускал что первая реакция может быть прострел вверх и потом все-таки логика вернется на рынок и участники рынка начнут избегать риск как это в принципе происходит поэтому отложка которая была заброшена на отметку 1 0 3 до этого уровня рынок добрался сейчас корректируется цены 1 0 2 30 я думаю что хорошо что сломали еще локальную линию такого же локального восходящего тренда и сейчас вот постепенно тяготеет пара к уровню 1 0 2 не хочу вспугнуть конечно же продавцов но я как человек который ставит на снижение опять же желаем удачи сохранить достаточно сил и не уступить инициативу покупать я сторонник того что евро доллар будет котироваться очень скоро в районе паритета британская валюта тоже была сделка в принципе расчет был точнее я транслировал сделку которая была уже сработана через отложку еще во время прошлого эфира частности если те кто не помнит нам напомню что сделка была через отложку целый лимит 1 21 50 сейчас котировки 121 как ситуация собственно с евро за то чтобы пара дальше снижалась и напомню что прогнозы банк англии они были пессимистичными только через показатель инфляции но и еще с точки зрения оценки рецессии который может наступить в этом квартале продлится а полтора года пятничные данные по англии это темпы роста экономики показатели вп промышленного производства цифра плохие экономика скатилась становилась 1 десятка процента соответственно нужно еще один квартал и будет у нас подтвержденная техническая рецессия промышленное производство тоже снизилась на целом целых девять десятых процента поэтому здесь как бы позитива искать не нужно все логично а в плане развития негативного событий и если уж по евро я ориентируюсь в район паритета то есть ожидаю снижение главного валютного риска на 2,5 фигуры с текущих уровней то по фунту принципе такая же картина я жду пробоя поддержки 1 20 и мне уже начинает нравится прогноз bank of america что 4 квартал были закрыты пары фунтов в районе отметки 1 15 ну вполне возможно если ситуация не изменится еще одна была сделка доллар канадец частности копировались мы где-то в районе отметки 1 2880 эта сделка заходили с уровня 1 2850 и эта сделка была закрыта по безубык потому что видеть после качестве реакции после выхода данных по инфляции сша доллар резко снизился на как раз уже отметил пересмотре рыночных ожиданий того что ставку теперь будут повышать не так активно как хотелось но сейчас пару снова выкупают я пока что в новые сделки не залазил потому что не знаю что будет с рынком нефти дальше вроде бы как ждал уровень 100 по бренду и хотел уже купить с отметки 100 но он крайне неоднозначный вот сегодня своем брифинге уже рассказывал что неоднозначность этого новостного фона связано с тем что например данные по запасам нефти указывают на то что они растут данные по запасам бензина настолько же сокращаются по поводу прогнозов давно не видел чтобы так сильно разнили себя прогнозы администрации аналитической информации международного аналитического агентства и опек опека прогнозирует что спрос на нефть в этом году снизится на 250 тысяч баррелей международный аналитическое агентство прогнозирует что спорта вырастет на 380 тысяч баррелей и вот эти вот качели мы их видим в котировках бренда которые по 10 процентов за неделю ходят вверх-вниз на таком фундаменте я бы в рынок нефти не лез и соответственно не лез бы сейчас в канадский доллар который очень сильно зависит от того что происходит на рынке энергоносителей поэтому качестве такого резюме я бы предлагал сейчас держать уже отметил шартовую сделку по евро доллару с целями обозначенными также шартил бы фунт и еще бы присмотрелся к золоту котировки сейчас 1790 долларов за трость пункту я считаю что золото может все-таки вырасти в рамках этой недели и советую покупать через отложку buy stop с уровня 1795 со стоп лоссом 1785 и тэк профитом 1830 эта сделка основана только лишь на анализе рыночных настроений того что делает сейчас большинство и меньшинство последний отчет от американской комиссии по торговле товарными фьючерсами также указывает на то что институционалы продолжают накапливать ланги ланговые сделки причем рост за последние две недели стал максимальным за последние пять лет я думаю что все-таки логичное продолжение вот этого интереса со стороны институционалов должно привести какого-то всплеску и бусту для котировок золота в целом и ну вот это еще один актив который я рекомендую взять за основу торговлю посмотрим собственно где будет золото к следующему эфиру в среду питались слова тебе так всех приветствую видно ли мой экран ну давайте начнемся пройдемся по в принципе они совпадали с прошлыми идеями которые я давал среду конечно перевернулся я не вовремя в среду чуть-чуть бы подождал потому что если посмотрел понедельник мой обзор я активно активно топил за лонг покупку по евро доллару индекс доллара я шарпил потому что видел достаточно неплохие паттерны и плюс фундамент я также обозначил что инфляция скорее всего будет ниже потому что нефть достаточно этим летом снижается и поэтому я правильно все думал но в какой-то момент я перевернулся и акцентировал внимание на том что и ты в принципе это сегодня снова добавил и мы каждый раз говорим об этом потому что очень важный фактор о риск менеджменте трейдеры и аналитики они могут ошибаться иногда может ошибаться периодически да несколько подряд и чтобы не потерять депозит один день или за два-три дня как бывает в новичков проблема новичков достаточно распространяется когда они теряют за один день весь депозит поэтому учитесь соблюдать риски потому что ну сегодня потеряли завтра заработать пример тех рекомендаций которые я давал среду по евро доллару он не сработал я поставил мы шартили в районе где-то примерно 0 2 с копейками до 100 после ставил где-то 0 2 30 100 после ставил в районе 0 2 сработал рынок ушел выше не нужно ждать просадки которая была практически полторы фигуры евро доллар просижил хотя те покупки которые анонсировал понедельник они как раз я целью то что на сегодня рынок рисует достаточно сильно перекрыли вниз движение закрылись под уровень 0 2 70 и поэтому я снова не буду дублировать принципе то что ты сказала я зашел дальше конечно ожидал что евро возможно уйдет повыше это время опять ну посмотрим если ситуация изменится не стекущих это пониже будем смотреть но пока я зашел дублировать не буду пройдусь по новым инструментом чтобы я нового добавил давайте канадский доллар ты в принципе сказал и залон дублировать не буду фунт аналогично ну можно добавить там доллар франк ближе швейцарии настроение в него дата можно купить но 94 30 текущих посмотрим вот по нефти кстати нефти я за шорт прошлый раз я давал комментарий по нефти он мы находились ниже локального уровня бренд 090 точнее 96 70 примерно евреал ниже него шорт выше закроемся покупки в принципе ту среду мы интернет сходили достаточно неплохо несколько долларов вниз можно было заработать но по итогу дня на если фиксировали часть позиции можно было заработать но по итогу дня выше уровня и я в своем телеграм канале публично писал нефти лонг мы тоже неплохо отросли тоже несколько долларов но этот рост я думал он будет повыше но достаточно пятницу агрессивно закрыли и я сегодня понедельник за шорт из текущих 96 65 возможно еще какая-то будет коррекция и стоп лоссы за пятничный хай конечно волатильная нефть но цели у нее пример там район 93 кто там торгует light аналогичная картинка один в тренд четкий коррекция импульс очередной я больше за шерты обязательно соблюдайте риски потому что это рынок здесь все возможно вот тот же та же среда убыточного мне произошла по всем сделкам было несколько сделок убыток и если соблюдать риск менеджмент я даже публично делал 4-5 неплохие прогнозы отлично да телеграм канале кто еще не подписался вот ссылочки да неплохо интердей можно было отработать отбить минуса и еще заработать ну еще добавить в принципе по другим инструментом 500 пока под вопросом по смп-500 я бы подождал есть возможно такое мнение что если индекс доллара будет расти он смотрится пока в лонг возможно это был какой-то вынос по смп-500 что-то напоминает не мартовский вынос наверх ближайший уровень сопротивления который был в феврале здесь что-то похожее июньский точнее максимум мая мы его вынесли но пока я в шорте не буду так как тенденция лонговая если мы перекроем последние три дня роста там буду говорить возможно среду возможно позже о каких-то более понятных движениях поэтому пока поддерживать тебя на шорт евро шорт фунт по поводу глобальных шортов на парикет и фунт ниже возможно но не исключаю что мы сможем застрять в каком-то более таком глобальном боковике и не будет там сильного падения но это так фантазии да такое предугадать очень сложно уже нужно так как мы встречаемся там раз два раза в неделю по факту уже будем смотреть в принципе индекс доллара вот я еще ранее говорил напрашивается хорошая коррекция она в принципе полтора месяца прошла но возможно хотелось бы больше не в черт золото пам-парам-парам-пам-пам покупал пятницу intraday заработали стали части сделки на более сильный рост но сегодня облом да по безубытку повыносило поэтому возможно здесь что-то будет заворачивать коррекцию ну по факту будем смотреть сегодня день закроется текущих текущих лон достаточно такой уже рискованный сильно импульсом уполит вниз ну и крипто достаточно такой локальный лонговый тренд удерживать хаи возможно уже это это чудо просто закончилось как и по смп но буду ждать более сильных подтверждений это ли спасибо тебе за сделки за рекомендации следим смотрим среду тогда обсудим надеюсь что коррекция которая началась после обновления локальных максимумов это не просто коррекция это возвращение к все-таки медвежьему тренду и в данном случае мы с тобой транслируем сейчас одно направление по рынку на тотальное такое ослабление рисковых активов ну посмотрим где будут активы в среду если будет необходимости будет для этого причина скорректируем наши ожидания и все это озвучим тебе хорошего старта недели и до скорых встреч пока всем удачи